Памятник воинам деревни Набережная молчаливо хранит имена 62 жителей, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Но мало кто из деревенских сможет вспомнить историю каждого красноармейца. Сохранению исторической памяти посвящен проект Союза журналистов Подмосковья «Живая память». Его презентация состоялась на пресс-конференции в Российской торгово-промышленной палате. Мы взяли несколько учебников истории, по которым учатся сегодня дети. И выяснилось, что битве под Москвой отведено от двух абзацев до страницы. Это учебники, по которым учатся дети. Ну и, конечно же, нам хотелось бы вот эту информацию о защитниках страны, о жителях села сделать общедоступной. За основу проекта была взята идея Натальи Акуленок. Истринская журналистка, интересующаяся военной историей, в одиночку. Собрала сведения о 68 участниках войны из деревень Санниково-Крюково, обновленный труд, новинки. И выпустила книгу памяти. Первый экземпляр, сам из дата, Наталья передала старости деревне Санниково, а второй принесла с собой. Частично это все исходило из данных либо подворовых обходов, либо то, что на тот момент имелось в архиве Министерства обороны и местных военкоматах. Много запутанного, не все данные поступили. И вот просто даже по Истринскому району есть пример, что на трех памятниках указаны одни и те же люди, в разных абсолютно населенных пунктах. Проект, который мы сегодня обсуждаем, он, конечно, напрямую показан уже совершенно конкретно, что для каждого человека, особенно сейчас для молодых людей, как донести живую историю через человеческую судьбу. Истории военного времени приобретают особую ценность, если сведения о них находят подтверждение в архивах. Мы перевели в электронный вид документы, которые посвящены людям, награжденным медалью за оборону Москвы и за доблестный труп в Великой Отечественной войне. Это очень важно, когда не просто база данных, а когда ты видишь скан живого документа, где написано, какой он был в национальности, что мы сегодня нигде, ни в каких документах не увидим, какой он был в партийности и за что в годы Великой Отечественной войны он получил вот эту медаль. Присоединиться к живой памяти может любой, не обязательно журналист. Обучающие семинары, встречи с краеведами, историками, заявленные в проекте, помогут новичкам научиться работать с информацией и архивными документами, узнать об истории конкретной местности. Молодая гвардия «Единой России» в Подмосковье, реализовавшая несколько патриотических проектов о ветеранах, заинтересовалась идеей журналистов. Это важно сохранять, и мы в любом случае поддерживаем и поможем. В поисковой работе журналисты рассчитывают на помощь родных, прямые диалоги и воспоминания людей. В этом и заключается живая память. Проект подмосковных журналистов поддержали фонд президентских грантов, общественная палата Московской области и ряд муниципальных СМИ. Он стал продолжением той работы, которую Союз журналистов ведет не один год. В 2020-м фильме «Камень памяти» на Щелковском телевидении журналист Ирина Микеда рассказала о народной инициативе жителей микрорайона Жигалова. Благородные потомки собрали средства и построили памятник землякам-фронтовикам. Мемориал на перекрестке улиц Чапаевой второй пятилетки появился в юбилейный год 75-летия Великой Победы. В 50-е годы вообще людям не до того было. Они восстанавливали эти порушенные, порой сожженные деревни. Там, где не было боевых действий, все равно есть участники войны, которые вернулись или погибли. Вот все эти истории надо восстанавливать. А затем сделать эту информацию общедоступной. Мы это сделаем с помощью табличек с QR-кодами. В этом нет ничего особенного. Сегодняшние технологии позволяют сделать общедоступной эту информацию. Сделать историю страны личной историей каждого к этой священной цели наряду с гражданскими активистами, историками, краеведами стремятся и подмосковные журналисты. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok